здравствуйте здравствуйте сегодня у нас 3 марта апреля 3 03 3 апреля 2015 года канала подготовка программ плохие новости я вячеслав мальс со мной студию от бабы джанин у нас прямой эфир да так вечер сказал да вот от наших спонсоров поступили следующие сообщения вот андрей он нам уже писал кузяк наверное я боюсь просто фамилию переврать прошу прощения заранее потому что по английским буквами написано просто от души и спасибо вам обоим благодаря вам я не стал нации не стал убивать русских хотя все предпосылки были а еще слушая вас я перемещаюсь в мир в котором хотел бы жить меня своя религия и вы двое помогаете мне верить в бога и в людей понимаете как хотите на еще еще раз спасибо бандеровец здорово сюжеты это очень приятно вообще у такие вещи очень приятно слушать особенно когда пишут там что вот там сосед ванька с соседом петь собрали уже котомки чтобы ехать там воевать куда-то послушали мальцева и не поехали вот это вообще самое великое вообще то есть утра и только вот того чтобы сосед ванька с петькой не поехали убивать укропов да вот как как и поняли что нет никаких укропов наверное да что что в общем то есть братский украинский народ которым лучше не просто дружить а вот жить вообще вот не разлей вода потому что мы это со всех сторон выгодно понимаешь и когда это пишут а пишут это часто то значит настроение такое сразу вспоминают и настроение меня повысило да сразу вспоминаю да как когда александр иванович лебедь написал мне помнишь это он и псана да есть ли на свете мужество каждый решается и вот когда уж совсем вот в угол загнул я когда стану посмотрю там собственноручно написанным и портретик и думаю вот вам всем козлы славу эдика и сторонников поддерживаю германия вот хорошее сообщение германия нас поддерживает все на самом-то самом где наталья написал да спасибо на то ли спасибо здрасте вячеслав эдуард можете передать привет моей жене дарья заранее спасибо ради бога дарья привет привет дарья дашь на наше дело спасибо вам дмитрий инженер спасибо вам спасибо олег из калуги пишет живу с вами уже шесть месяцев вспоминаю 80-е голос америки bbc сквозь глушилки владимир семёнович на бобине и вы спасибо вам за ваши добрые нужно объединяющие людей против басурман и нечисти дела как-то рядом с владимиром семёновичем вообще как-то круто и не имеется ввиду я понимаю подвод бобода технология то есть вот опять же вспоминаешь сразу классиков марксизма да по поводу исторического диалектического материализма по поводу спирали видишь вот здесь данном случае спирали информационная она гораздо ближе оказалось по времени то есть мы это переживали и сами к этому же пришли вот парадоксальная ситуация обычно она вытянута там на века это спирали растягивается а здесь она скручивается вода скручивается получается слова когда придете к власти пожалуйста не отлучайте людей от земли и приучайте любить нее конечно главная задача приучить людей работать ни какими-то вот средствами которым пытаются сейчас да так как сейчас лукашенко двести сорок долларов или сколько надо в год заплатить то не я таким образом никого не приучишь работать нужно чтобы людям нравилось работать слушаю вас ежедневно спасибо за луч правда в этом родстве не очень согласно с вашей позиции по еврейской национальности по роду деятельности не приходилось общаться с невероятно умными и порядочными учеными соответствующими фамилиями как мне согласиться с вами людмила владимировна спрашивает да я сам не соглашаюсь по некоторым вопросам в том числе и по еврейской национальности вот прямо на сегодня в точку сегодня я вспомнил одного человека которым я всю жизнь восхищался он был моим преподавателем всю жизнь восхищался и он вел такую борьбу очень серьезную там с еврейским кланом который который там плохо себя вел и так далее и абсолютно то есть ну честнейший чистейший вообще великолепный человек и сегодня я думаю ну что-то давно не слышно его не видно где он вдруг я вспомнил ночью про него почему вспомнил не знаю я стал гуглить я на гуглю за что что он умер и похоронен на саратовском еврейском кладбище поэтому вот что тут можно сказать я считаю это один из лучших людей которые я встречал в жизни так жизнь устроена как вот так же это парадокс сейчас упомянутый владимир семенович тот же до условно говоря как мы его нет но тут многие думают мы так часто шутим да да ну если сказать что мы антисемиты то так наверное нельзя сказать просто еврейские анекдоты наверно одни из самых смешных но после петьки с Василием Ивановичем да я думаю даже смешнее ну да мы просто хотим также точно про евреев разговаривать как евреи про себя и также точно про негров как негры про себя мы абсолютно мы считаем за свободу за полную свободу слова именно мы за то чтобы никакие вещи не укрывались да и то что мы там сказали что кобзон от бурятов бурятов представляет но разве это не факт это факт и и развеет факт не требующий как осмысление да очень требует конечно если бы это один кобзон да 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 вот в чем он сделал этом и вот хороший вопрос продержится ли парад порошенко до конца срока вообще-то сейчас все говорит о том что должен продержаться до конца срока и даже вот я задам другой вопрос который с точки зрения путинских совершенно как бы сказать резонный да как путинский говорят но если не путин то кто вот возьмите перенесите на украину если не порошенко кто-кто да вот я понимаю что там достаточно много фигур но они все замыкаются на него и какое-то взаимодействие или может быть противодействие между там я ценюком порошенко как там определенными лидерами и она все-таки наверное в сторону порошенко срабатывает конечно то есть население конечно его поддерживает больше поэтому и вопрос не стоит так продержится порошенко или не продержится вопрос стоит на второй срок пойдет он или нет вот так сейчас ну или майдан если выйдет раньше обрушение власти но обрушение власти она же это же системная вещь сейчас нет предпосылок к системному обрушению власти хотя бы почему потому что есть днр и лнр то есть это оттягивает на себе до объединяющий фактор очень серьезный понятно здесь не прошел кто ярче абсолютно я согласен я двумя руками кстати проголосовал за яроша безусловно если были два вот кандидат порошенко ярче на бы конечно был гораздо выгоднее потому что ну тогда бы не было там тех проблем на украине по крайней мере у нас я имею ввиду с точки зрения борьба борьбы с путиным но нужно быть объективным то есть нужно понимать как бы тенденции тенденции такой пока нет хотя я думаю что он если на выборах следующих которые президентские будут пойдет ярош то он гораздо больше получит чем получил это совершенно очевидно я имею ввиду голосов избирателей понятно так ты все ну да тут хотелось бы это я не знаю там по поводу продать продолжающегося скандала вокруг у нас есть давай пока подража вот спрашивая зачем вы так жестко и открыто критикуете власть можно же делать это более аккуратно используя намеки и язык и зопа хорошо да и зоп очень хорошо сказано вот я для себя я ночь мне прислали я прочитал и вот для себя и записал жек и зуба да я пытаюсь освободить русских людей от страха перед ничтожеством а это можно сделать только на называю вещи своими именами можно конечно назвать черное темным оттенком серого но зачем да если бы я вел себя иначе моему отцу был бы за меня стыдно вот тоже записал кстати подзабыл да наверное тоже очень важно вот сажать а 50 оттенков черного 50 оттенков черного саша мне сегодня позвонил и вчерашнюю передачу не смотрел он услышал про лукашенко ну что вот надо заплатить 200 с лишним долларов и бездельничать все тунеярцы должны и а это центральное телевидение российской не смотрел он будет там киселев уж и все остальные изгалялись так они радовались и он говорит ну наверное они здесь тоже хотят сделать то же самое ну то есть понятно что это как же а то вот другие люди за кого-то платят и он конечно очень негодовал по этому поводу и я естественно тоже негодую почему потому что представьте ситуацию чтобы было понятно вот ну тебе там бабушка отказала садик какой-то там яблочки какие-то вишенки ну все это посадили твои предки вот она все росло не требует она ничего ты сидишь у себя приходит какие-то черти раз у тебя все яблоки собрали всю вишню собрали всю смородину собрали пришлите показать вот видишь бумажка вот это наше все мы тут получили квоты лицензии вот на этом месторождении это мы все учат забираем ну ладно забирайте то они позабирались вот забирать больше нечего быть слышь ты денег там принеси на а какие деньги он должен принести ну ты же нам не помогаешь забирать эти яблоки ты тунеядец ты должен заплатить за все так и здесь поставь все наши предки они эту землю защищали они все это создали приходит какие-то которые все уворовывают вообще под ноль а потом говорит слышь ты там тунеядец заплатили имея в виду что ты имеешь какие-то левые там доходы которые ты от них от благочестивых укрыл а вот как относиться к лыковым к другим которые не имеют никаких доходов я массу знаю людей которые сейчас у меня товарищ продал квартиру пять лет назад живет на эти деньги но не хочет он работать на этих вот я устаревича постоянно проспект чудес уходи хожу вот гуляю наслаждаюсь жизнью его не заботит какая там пенсии у него будет ничего не заботит его почему же их должно заботить чтобы он что-то за что он должен платить за то что воздухом дышит лыковы за что должны платить это наша земля мы не будем ни за чем платить козлы машина с михаилом горбачевым сократить срок прихода к власти 5 ноября 17 года это долго вы понимаете если ребеночек не дай бог рождается на половине пути не за 10 лунных месяцев а за 5 то вы знаете через эту получается так и это так и революции и нельзя родить вот чтобы должна быть революционная ситуация это даже без классика так скажем вам можно сказать хоть какая-то революционная ситуация что сейчас тенденция такая во всем мире что ее можно создать искусственно но у нас нет тех ресурсов я горе сам у меня был тогда когда вы подсчитывали 22 миллиарда долларов да нет вопрос без единого выстрела не путиных не хренутиных никого здесь не был прямо на пинках и в тюрьму и все у нас нет таких и не было таких денег мы как бы другими средствами это можно сделать то же самое но другими средствами на это надо время простить машина с михаилом горбачевым попала в аварию в москве михаил сергеевич опять повезло вообще он в рубашке родился судя по всему он очень живучий фото глядишь и до трибунал доживет эдик как ты считаешь доживет до семнадцатого года он дотянет я не знаю ты же мой знаешь мои отношения не считаю в горбачеву что его надо в трибунал тащить нет я не считаю что его надо сажать или еще что-то я считаю что а ну как среди никак среди через трибунал он должен пройти это однозначно поэтому мальцев не ругайся матом у меня уши вянут я матом что-то сказал суки не модель не матерное слово суки раз внимательно нет не относится к матерным словам ну давайте суки не будем говорить больше или будем не знаю как тут эсминец сша вошел у которой черного моря ну казалось бы рядовая новость уже она воспринимается представь себе три года назад такая рядовая новости эсминец сша на ворту которого крылатые ядерные ракеты вошел в акваторию черного моря наверное это вызвало бы напряг а сегодня это как здрасте ну вошел один эсминец другой вышел и чет с того вот плохо что мы к всему этому привыкаем это очень плохо потому что когда человек теряет опасения я не хочу сказать страх да и страх происходит самые ужасные вещи траулер дальний восток затонул из-за перегрузки да при этом тут вот официально следственный комитет заявлять о том что скорее всего налетел на айсберг как тот титаник это вот как можно был там налететь на айсберг чтобы мгновенно перевернуться какой должен быть айсберг и какая скорость должна быть у у траулера который занимается ловом у него он тянет этот не вот он там идет я не знаю может два узла от максимум в час я не рыбак не знаю я не думаю что топкать громадную скорость представляешь месси какая-нибудь хвостом для ну ну вообще мы уже говорили что для траулеров самое страшное попадание в трал рубки подводные лодки который идет на полном ходу и они идут там встречными или даже не встречными а может быть пересекающимися курсами то есть таких японцев утонул то очень много их но здесь вроде этого не было но факт то что 50 с лишним человек вот иностранцы которые были на этом траулере это пассажиры забавно до 50 человек пассажир ну понятно что это как вот гастарбайтер найти вот надо они же говорят они выходят отсюда в некомплекте потом набирают там этих самых рыбу рыбу солить фактически плавучие консервный завод ну да ну конечно если это большой морозильный траулер причем вот такой самый большой то есть бмрт а это вот я так понимаю следующий по размерам бмрт уже все делает там все консервы я помню когда мы служили у нас даже такой был вид спорта да то есть мы вот по берегу идешь а был шторм а это значит страулеров смыла часть груза потому что они делают и грузит на палубу ну и часть обязательно смывает вот идешь смотрят консервные банки раз но шага там иногда находили банку который завтрашним числом представляешь на ней стоит завтрашним число даже не сегодняшние не вчерашние но самый страшный было это мины так называемый банка которую засыпал песком и она лежала полгода на раздулась вот такая идешь никого не трогаешь наступаешь она взрывается и вот до паха все у тебя вот в этой параши причем запах непередаваемый этот запах ну просто вы его надо ощутить у меня водитель кидал ножички в песок и попал в такую банку и она ему выстрелила в морду это было 15 сентября как сейчас помню писать балтика 15 сентября ну там на плюсами 5 градусов вот он забежал в воду вот так пояс и умывался вот такие ну в общем то что тут можно сказать видишь тут сейчас бе-200 выпустили самолет вовремя уже двое суток как пароход утонул они бе-200 выпустили искать я думаю там при такой температур воды может там болтанка была тоже не может всегда же садится самолет ну да как вообще а чё им мешает самолет но я имею ввиду и джамфибия да ну а не обязательно садится он должен летать там что-то зырить он просто как может же просто летать даже если там девятибалльный шторм ему тучок какая ему разница семьям погибших в охотском море выплатит по миллиону рублей ну да мы знаем то есть это обычный картин такую милостинку раздают то есть вот чего чего угодно может случиться всегда мы знаем что во время путин с медведевым принесут соболезнования ну а потом какие-то местные там принесут милостинку так что то есть они не гарантируют не ограждают от того чтобы что-то не случалось они вот зато вовремя соболезнования всегда они научились это делать лучше всего миллион рублей американский моряк который провел два месяца море питаясь сырой рыбы и дождевой водой был подобран немецким танкером 200 милях от побережья северной каролины да так как морская тема кушеку повезло ну там вода теплая у северной каролина северный каролин только называется водичка более-менее там приличная он поехал на своей значит этой посудине ловить рыбу порыбачить перевернулся и на перевернутой лодке своей пара сидел вот эти два месяца представляешь так вот человеку повезло вот второй ящик черный расшифровали самолета а320 и вот какие-то новые данные появились ну данные такие что пилот вот этот второй пилот ввел в автопилот приказ на снижение ну как бы чисто технически выполняется и увеличил скорость снижения то есть там стояла определенная скорость на снижении он ее изменил то есть два действия сделал вот эти ну вот вот можно мне конечно ну а как же когда они на посадку идут они же это производит там у них у них стояла как будто посадочный шаблон он его несколько ускорил этот шаблон вот пишут что он лечился у пяти врачей вот если человек психически больной зачем им 5 врачей вообще а я не верю не дают так что нибудь доставил бы его показал бы ты знаешь самое страшное вот не страшное самое парадоксальное что пишут многие особенно вот эти вот как бы ну представители авиакомпании тех служб которые проверяют они рассказывают что он скрывал депрессию вот нужно сказать что если рассматривать что у него депрессия была как результат психического заболевания потому что сама по себе она как бы не бывает заболеванием она результат чего-то депрессии она же вот то ну ты знаешь от трипер можно скрыть а вот депрессию ну как ты депрессию скроешь практически невозможно не знаю нарисовать румяные щеки ну нет мы понимаешь что от как а вот он там скрывал депрессию чтобы его не выгнали да когда у человека в депрессии мы пофигу выгонят его не выгонят уж уж думает от о том как его выгонят как вот кутанин профессор говорил когда спрашивали что такое депрессия не в рамках так сказать психологического состояния и вот того что в народе называется депрессия а вот в рамках психического состояния то есть последствия заболевания какого-то шизофрении мдп там или еще чего-то он говорил что вот как можно понять состояние депрессии это взять человек приговоренному к смерти усилить его состоянии в тысячу раз и получишь приблизительно а отдаленно похожее состояние отдаленно похоже пример ну как вот в таком станет человек он думает о работе думает о том как руля к саму жить как скрыть как скрыть до утра и депрессивным пройти на борту наоборот бред как вот вообще на самом деле то есть если они депрессии называют ну меланхолию ну человеку ну хреново ему ну всем хреново ну да ну нет вопрос ну всем хреново как тот помнишь депрессивный робот в этом автостопом по галактике да я просчитал сколько там миллионов путей и все они ведут к смерти нет вопрос так многие размышляют но это же не является болезнью они-то ему вообще его хотят я так понимаю невменяемым признать относительно инкриминируемого преступления так что не знают услуга так из со всех сил натягивает ночью у них там не было врачей но они же он же право проходит тесты проходит обязательно и хочу сейчас логично надо ему сажать если если психически больной человек то при элементарных тестах это будет сразу видно никак он это не спрячет никак не дым может быть я приду там дал взятку получил эти тесты подготовился сдал куда чет ставит но они там у нее через день когда он учится там все какие угодно и хорошо вот эти действия которые вот этот второй записал да ну его они могли быть чем-то другим обусловлены кроме как вот этой вещи что он специально поставил авто дает как угодно можно объяснить есть еще варианты кроме наверняка есть понимаешь наверняка есть если просто шел автопилот засбоил и сам грубо говоря пошел не не ну там они же необходим физическое приложение это считывают они считывают это физическое приложение глава спч рассказал продолжение надежды савченко неполной голодовки да я в общем то рад что надежда в какой-то мере отказалась от полной голодовки то есть не понимает зачем вообще и ну да там воду вспоминать тогда как конечно вот фотки ты не поставил там вообще ски не было фут остался скелет от нее ну вот я что могу сказать вот она рассчитывает на справедливость российского суда я конечно на эту справедливость не рассчитываю потому что я знаю что такое российский суд вот хотел бы я знаю что смотрят наш нас люди которые даже являются родственниками председателя верховного суда российской федерации это я знаю точно я поэтому судьям хочу сказать вот я знаю что передадут по крайней мере вот тем судим который судят савченко вот эта власть она максимум может уволить вас работы больше она ничего не с вами не сделает вы понимаете вы живете во времени у вас как бы физический ваш конец наступит не завтра и наступит он не при этой власти поверьте вы перешагнете этот край и это будет вот эта власть это будет некоторая небольшая часть вашей жизни то есть дальше тоже еще очень много времени остается представляете вот эта власть я повторюсь она вас удалит только с работы что она может сделать представьте что с вами сделать будущее власть если вы поступите не по совести не по чести если вы есть не знаете что делал делаете по закону вы же учились знаете формулировку вот сейчас вы не знаете что делать делаете по закону я вас прошу потом придется с вами поступать по закону будет это очень болезненно поймите поверьте шестерка признала за ираном право на обогащение урана в общем-то это предсказуемо мы с тобой об этом говорили больше года назад да ну сейчас что наступает наступает постепенное такое открытие ворот такой значит открывается вот иран был закрыт теперь он распахивает двери при становится полноценным участником всех мировых процессов до этого на него всякие распространялись санкции эмбарго чего только не было сейчас их пока не отменили но будут постепенно отменять я думаю постепенно отменят все и в общем то кому выгоден иран такой мощный и в экономическом плане как это не парадоксально соединенным штатов то есть обам действует абсолютно кому не выгоден совершенно иран нормальной россии но представь под боком сидит такая фигня который добы может гипотетически добыть нефти гораздо больше чем россия а еще может добыть столько же газа можете представить то есть с точки зрения вот полезных ископаемых все в порядке да ну и как бы не совсем дружественное то есть конечно путинцы хотят показать что иран абсолютным дружественным это не так поэтому конечно вот барак обама сделал ну вот он доволен сделкой с ираном и анонсирует ослабление санкций он сказал что сделка по ядерной программе отрежет ирану все пути к ядерному оружию конечно неправда конечно не отрежет но если у людей есть производство ядерное ну конечно они у теоретически и практически могут сделать ядерную бомбу я уверен что у них все нормально главное количество материала то есть у них будет количество для того чтобы производить электроэнергию хотя непонятно зачем в иране электроэнергия производимые при помощи а ядерной энергетики хотя можно пробить дырку поставить газовую котельную огромных размеров да есть солнышко и так далее ну то есть от каменный век поэтому ну пусть они занимаются если хотят в общем-то так что лишь барак обама с ираном начал решать вопросы очень серьезно причем они же его посылали подальше а он то начал им звонить и разговаривать помощь мы говорили об этом что он будет настойчиво продолжать это делать да он с в эту проблему ну если не сказать решил но почти уже решил и к концу срока решит сто процентов он решил проблему кубы мы говорили ну тоже не совсем но совсем решит и я думаю он решит палестинскую проблему все вот он то есть все вот эти вещи которые он загибал пальчики он наверное их сейчас разгибает уже вот так 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 и последний который пальчик загнулся при нем это путин и россия и это очень серьезный вопрос даже не идил а в шестнадцатом году срок до 8 до 8 ноября там президентские выборы по конституции они первый вторник после первого понедельника в ноябре вот значит 8 ноября 16 года выборы вот путин разогнет он этот палец до выборов или не разогнет вот интересно решит он этот вопрос или не решит вот тут столтенберг приветствовал договоренность по иранской ядерной программе что можно сказать я вот тут для себя написал это лапка песца который открадывается незаметно имею в виду к путину решение вот этой ядерной программы вот магири не рассказал где иран будет обогащать урану в одной только один объект который будет контролироваться магатэ и будет там уран обогащаться как это вообще на цен на нефть то повлияет но как если санкции будут сняты то естественно иран как полна мощный так сказать и полноправный участник опек будет вываливать свои там четыре с половиной миллиона баррелей в день на рынок насколько я понимаю потребляет он только миллион там с небольшим плюс он конечно увеличит добычу естественно ну и так далее плюс газ он начнет использовать плюс туда залезут все возможные невозможные бридж петролиум шеллы эксоны и так далее для того чтобы сделать там свои заводы для того чтобы получать дешевую и качественную иранскую нефть за счет своих клуб ты сам понимаешь то есть одно дело там где где будет бешеная себестоимость другое дело здесь где она будет гораздо меньше поэтому очень легко предсказать как это повлияет на нефть цену на нефть не поднимутся и когда говорят что 200 будет дорог долларов за баррель но с ираном уж точно не будет уж точно хорошо если 60 удержится до москву предлагает снять оружейные эмбарго сыра на меня что сейчас решили что хоть это оружие продать потому что помнишь тогда по этим зенитно-ракетным комплексом 300 там что-то была какая-то непонятка связаны с санкциями против ирана и путин сдрефил сотрудничать а сейчас они хотят вот ну помимо путина там еще огромное количество всяких различных структур захочет сотрудничать и туда продавать оружие в иран но немцы хотят да надо сказать что вот сейчас будет конечно борьба за будущее вот эти доходы нефтяные иранские и я говорю понятно что путинцы хотят получать эти будущие доходы в виде нефти могут в виде чего угодно лишь бы только за оружие что-то получить 0 за что-то потому что ну совсем очень плохо становится я хочу напомнить что даже при санкциях мало кто понимает что происходит даже при санкциях и давление так называемой мировой общественности по ввп иран занимал 18 место а это немало это очень немало представляешь что будет с ираном без всяких санкций очень легко предсказать что ввп ирана будет больше ввп россии вообще никаких сомнений россия установила в марте очередной постсоветский рекорд производства нефти 10 целых 70 на 100 миллиона баррелей в сутки ну естественно цена падает объема будут расти ну чтобы компенсировать необходимо именно такое количество денег и и уж нисколько не меньше поэтому тут в общем то это будет продолжение согласно прогнозам муниципалитета нью-йорка ввп этого крупнейшего города сша с учетом пригородов пятнадцатом году превысит 1 триллион долларов да видишь как то есть ввп больше будет в нью-йорке чем в россии замечательно да город нью-йорк создать ввп больше российского то есть если россия была на шестом месте ну в связи с ценами на нефть ну и с тем что на самом деле запад стимулировал российскую экономику говорить откровенно вот ну за счет может быть какой-то особой работы путина я согласен то есть туда возили чемоданами наверное чтобы там подписывали договора то есть коррупционная составляющая была по полной программе нами это одно из немногих государства по крайней мере такого уровня который при помощи коррупции внешне экономические вопросы решал такого наверно больше ты нигде нет вот и но это конечно бюджет ввп россии это был мыльный пузырь и он должен был лопнуть ну потому что вот я для себя прям записал прочитаю надо быть дураком чтобы оставить от экономики россии только сырьевую часть надо быть супер дураком чтобы царевую часть сделать полностью зависящий от запада но надо быть путиным чтобы после всего этого устроить такую конфронтацию с западом но это же действительно дебилизм то есть сад с одной стороны все разрушил оставил только одни качки потом значит полностью эти качки перевел чтобы они только туда все качали и никаких больше нигде интерес а потом разосрался с ними и и чё ты получил ну вот я повторяю россия была на шестом месте ввп был в тринадцатом году 3 миллиарда 3 триллиона 492 миллиард сейчас по прогнозам их прогнозы шуваловские от не мои прогнозы меньше триллиона долларов будет меньше триллиона то есть на каком месте будет россии вот где-то между польшей египтом аргентин и причем аргентины я думаю еще вот у них 928 у них будет еще больше ввп то есть вот на этом месте то есть иран сейчас вот настоящий момент иран имеет ввп больше чем у россии будет в пятнадцатом причем при санкциях при все можете представить то есть какую попу загнали и вот еще такую ремарку я написал никто не позволит чтобы государство и имеющий экономику польши египта аргентина или пакистана что-то диктовала миру или хотя бы претендовала на роль равного партнера в решении глобальных проблем понимаешь вот так стоит вопрос то есть когда не год мы тут главные главный ты потому что у тебя водородная бомба есть и все и не более того экономики у тебя нет если сейчас будет в ближайшее время создана оружие она будет создана который будет нивелировать твою водородную бомбу все ты можешь и все в попу засунуть эту водородную бомбу и там подорвать а вот аналитик из бомберга леонид берширский высказал свое мнение о том что экономическая команда путина творит чудеса туда это конечно очень сейчас модные такие разговоры о том что вот мы рассчитывали что экономика тут россии взорвется ляжет и так далее она не взорвалась не легла но я говорю еще никто не долетел еще все это продолжается пока еще есть запас манайкл алисла силуанова да да но естественно тут а как же такие такие замечательные ребята всякие силуанова который сами не знают что творят не ведут то есть вначале делают одно потом отменяют это делают другой и так далее ну пока вот так везет что можно чем блумбергу посоветую дождаться 17 не блумбергу волить на хрена этого аналитика нет зачем но он плохой аналитик ну конечно но это я так понимаю не их аналитик это они взяли информацию блумбергу посоветуем 17 года дождаться ну и и получше разбираться в аналитиках да да вот тут пишут про польшу что у польши экономика лучше я не про экономику говорю господа я говорю про ввп про экономику вообще никакого сравнения нет я даже сравнивать не стал я говорю про ввп за счет того что есть газ нефть и так далее у россии ввп высокий но за счет того что цена упала все и пузырь и сдулся никто же не спорит шувалов рассказал о структурных реформах да вот я при атак что у тех мы говорили об этом что ни в коем случае нельзя останавливать реформы потому что если ты остановил реформу то спросит а что как володин любит выражаться в сухом остатке но это он откуда такую фразу из москвы вытащил еще в 90-е годы вот спросит но результат какой а результата нет а поэтому году вы подождите результаты мы же еще не до реформировали реформирование реформ вот когда мы до реформируем реформирование реформы вам скажу 50-му году вы да да вы увидите даже 50 ему наверное к 7 может быть к 70-му году двадцать первого столетия очень мы слышим наши даки будут жить при коммунизме при коммунизме тоже то же самое они говорят только те хоть не воровали воруют при этом когда нам говорят про внуков понимаешь их внуки уже живут при коммунизме так что вот он шувалов заявил что мораторий на ухудшение необходим такой вот как бы метод такой что надо надо все улучшать я бы хотел посмотреть как как и чем они будут улучшать улучшать и про инвестии опять заветные слова все говорили про инвесторов что он сейчас они вот откуда-то вынырнут эти инвесторы они сейчас там где-то сидят как партизан как боевые пловцы под водой сейчас они вынырнут и начнут инвестировать про долларских американцев я говорю слышал в 94 году в болгарии да вот очень они все ждали так и не дождались вот сейчас уже 21 год прошел они все решили дали все-таки самим что-то делать и вот инвестировать конечно будут но только в войну а в экономику россии никто инвестировать не будет а в войну будут инвестировать очень много это нужно понимать потому что это тоже инвестиции которые отбиваются очень неплохо участок начнется мы сейчас это увидим барак трещит микрофон на шее опять пишут я его развернул нормально так чтобы он не трещал а вот так центробанк народу данной росте золот валютных резервов почти на 8 миллиардов долларов но лишь такой димаш они продавали теперь вот купили на 8 миллиардов мы говорили а для чего это делается но для того чтобы тенденция не просматривалась понимаешь то есть каждую ребят вы с августа месяца не дуром каждый раз продаете там миллиард за миллиардом они где нет не каждый раз вот видите мы 8 купили ну нет же тенденции правильно ну в общем то значит идет улучшение экономики а на самом деле что происходит ну мы же видим что сейчас некое затишье на фоне того что как бы стабильные какие-то нефтяные дела все говорю напряглись с ближним востоком как бы все мысли уже ушли туда ну и самое главное они здесь внутри экономики нашей очень здорово приезжали рубль они максимально изымают рубль для того чтобы люди которые накупили всю эту валюту они внесли ее меняли то есть многие все поменяли деньги уже говорил на валюту но отжить как над за валюту хлебушек не купишь вот ходит меня то есть какой бы курс не было они будут менять эту безусловно сейчас посмотрим что долго они так все равно не простоят деньги то нужны придется все равно включать станок и раздавать бабки используем средства резервного фонда на покрытие дефицита бюджета не разгонит инфляцию россии у цб достаточно инструментов для стерилизации денежной массы заявил первый зам пред cb ксения юдаева ну да но не стерилизации это не так которые говорят что куплю доллары не этот другой говорил другая говорила вот пишут специалисты должен доллар сейчас должен стоить 118 рублей стоит 159 я с ними здесь абсолютно согласен почему потому что ну исходить из цены на нефть нужно когда смотришь стоимость рубля реально конечно центробанк денежную массу меньше но говорим это не будет продолжаться вечно то есть когда это случится в июле в августе но в августе на не случится хотя бы по причине того что это уже один раз в августе случалось я думаю случится чуть раньше потому что ждать все будут в августе а как правило случается раньше чем ждут то есть случится скорее всего в июле все это обрушение но она же будет сто процентов за первые два месяца пятнадцатого года заемщики взяли всего 14 валютных кредитов по ипотеке что в 10 раз меньше чем за аналогичный период четырнадцатого года ну да и про ипотеки просрочили 50 миллиардов рублей в общем то это не катастрофическая сумма но для вот одного направления кредитования ипотечного конечно очень серьезно сейчас идет тут возня некоторая с законом о неполной компенсации вкладов и об оба оба отмене компенсации то есть есть такой закон будет принят вот некоторые пишут люди начнут вклады забирать никто ничего не будет забирать но может быть там несколько десятков человек придет и заберет люди привыкли почему то есть у нас есть все-таки доверие к банкам хотя непонятно на чем она основана для меня это загадка цв выпустит вращение новой купюры номиналом 2000 рублей ну выпустит не выпустит может и не выпустит но может сейчас вроде вот фотографии есть что эти деньги напечатаны и что это это вот у меня фотки этой нету куда-то она делась город который под нижним новгородом балахна до балахна что будет изображена на двухтысячных балахна но скорее я думаю сейчас интереснее выпускать не пяти и не двухтысячные а десятитысячные купюры то есть время в общем-то подходит к выпуску десятитысячных слова димуру тупо цитирует я димуру честно говоря не смотрю это эти иногда смотрят я вообще никого не смотрю помнить как у чехова да когда он про айвазовского и готовы пушкина рисовали он ведь того камеры юнкера но приколоться нами айвазовский решил он же великий русский поэтому где я не читал я вообще нет ничего ничего не читаю меня на все свое личное мнение вот так и у меня я вот эти может подтвердить я не слушаю никого для чего мне засорять свой мозг я понимаю что у димура очень классный аналитик но у него свое мнение на все у меня свое я не слуха если ваше мнение совпадает значит это просто говорит о том что право правило поэтому вот это знает он не будет вот там кто-то что-то там сказал я от него это узнаю я только новости мониторю у меня на не на что больше нет времени когда вы мне присылаете какую-то фигню и там 55 минут мальцев посмотри пожалуйста вот это очень важно то извините заранее он говорю я смотреть это не буду меня нет на это время сидеть и 55 минуту посмотреть куда-то нет я не успею тогда сделать главная мониторе все новости на на всех возможных языках и мне еще надо работать мне еще надо как-то семью кормить и так далее вы понимаете у меня совсем вот я говорю я очень хорошо отношусь к димури очень уважительно но я вам честно скажу димуру я слышал один только раз вот перед тем как у нас был эфир и второй раз только в эфире это недолго вот пишет что граждане набирают по 45 кредитов с целью кинуть банк думаю что в дальнейшем их ждет спокойная безоблачная жизнь ну да ну сейчас может просто граждане ждут когда сменится власти все до граждан сейчас на самом деле пофигу они они все чего-то ждут все граждане обратим внимание чего-то ждут потому что все понимают что так продолжаться долго не может вот пишет ослал его в премьер-министр и себе прочил и сейчас я считаю что димура очень хорошим в экономике что такого чем пример по моему центробанком прочее или нет говорили именно про центробанк и да все же связано с финансами поэтому компания эксен мобайл обратил стокгольмский арбитражный суд с иском которым требует от россии возместить переплаченные налоги в рамках проекта сахалин один ну да тут сейчас как как я представляю когда это сказали определенным товарищем они скажут ну началось то есть раньше там ну платили какие-то налоги что-то проходил что-то если кто-то переплатил или не так заплатил потом зачтем это так давайте быстрее давайте чем работать да а сейчас нет сейчас каждую копеечку будут пытаться выдрать вообще и руками и зубами и когтями поэтому посмотрим что из этого это это не последний кто обратился с таким претензиями причем я думаю внутри россии еще очень много найдется кто сейчас заявит о том что заплатил лишние налоги и так далее и верните мне ндс ну и многое другое комиссия совет федерации направить запросы в компетентные органы для проверки информации о возможном владении офшорами сенатора вячеслава фетисова на кипре ты пропустил еще главную новость в газпроме была создана новая должность заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов возглавил возглавил николай патрушев сынок патрушева то есть вот тот дим патрушев который другой его сынок они отжали помнишь рост сельхозбанк под него у меня нет ну ничего а вот здесь но это свежая на ток признать новость да вот андрей патрушев теперь вот он возглавляет шельфы в газ не промнефти а до этого возглавлял в рост нефти всякую фигню усечено а вообще он очень так сказать как это кгбшник с высшим образованием то есть при папе работал там закончил все эти кгбшные структуры при папе работал и вот один проявил очень много так сказать талантов рост сельхозбанке а этот вот в нефти проявляет таланты по поводу фетисова ну что же за фетиса вот тут все взялись и навальный даже про него написал что как это даже с него и началось даже он же 1 опубликовал данные о его кипрских офшорах я в общем-то как несколько другим свете как неважно не 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 давай разберем а чё ну действительно откуда первично эта информация пошла нет навальный вот опубликовал кипрский офшор и после пошел скандал или где-то раньше это было не за информацию я потому что они же ссылаются на навального весь совет федерации все ссылаются именно на эту лучше хорошо я не против того что я как бы в данном случае считаю что очень хорошо путь путь первенство будет у навального никаких вопросов завтра стучу бороться вот фетис я так понимаю что заявил и мы об этом говорили и матвиенко заявил что его подвели эти подельники подельники так что до соратники он им там сказал надо перевести они не перевели вот теперь переводит вот навальный утверждает что переводит на папу фетисова не просто то есть пытается ускользнуть и были соратники руль мимо до хвост прищемили и сразу начинает юлить да вот тут у меня выскочил что-то опять микрофон пишет выскакивать наверно это из-за вот этого в прошлый раз с этим азербайджером даже то же самое поворачиваем же это не вот наружу вот так ну да но хорошо не в смысле наверх просто наверх и там 3 дается вот и что можно сказать вот сейчас ну хорошо хочу фетис его наверняка постараются не трогать да ну потому что вроде как какой заслуженный то сейчас они будут всеми силами его пытаться отмазать но это очень хорошо по двум причинам с одной стороны очень скандал вокруг так скажем коррупционной деятельности власть имущих он всегда нам выгоден чем хуже тем лучше а с другой стороны на западе понимаешь то есть там есть представление такое о том что вот здесь есть некие жулики воры а есть такие приличные люди ну такие как фетисов единой райяга да там какие-то там певцы там музыка так далее да так вот они тоже должны знать что нет этого нет таких нет таких они должны знать они плевали на законных и по демонстративно это делает то все то есть если конечно вышел там сказал ну там вот ну зафар смачивался извините тогда не доглядел не доглядел спокойненько там написал заяву и ушел то тогда конечно западный мир он бы они привыкли как бы они нормально вас ну да вот он там приличный человек что-то там какой-то косяк допустил там неси небольшой небольшой данного из правил ради торжества закона да он ушел а здесь я думал постараются как-то вывернуться хотя варианты для для них для них конечно был бы очень выгодно его катапультировать ну да по крайней мере бы как-то а сейчас выгодно с гора конечно был бы выгоднее чтобы они его не катапультировали да поэтому посмотрим как они у них мозги есть или нет чего сейчас они сказали что два месяца займет проверка ну значит ему сказали как бы другим текстом два месяца лет почистить хвосты до игру сейчас будут провернет ну в любом случае любая проверка это вариант заболтать все а мне нравится вот в этой ситуации как раз это вот открытость информационного мира они побежали туда тайно на папу переоформлять раз люди достали там ну все все же открыто и это самое а мы видим мы вас видим да услуги онлайн как вы тут переоформляете как один наш товарищ помнишь когда к нему налоговая пришла в 90-е годы и это у вас бухгалтерские документы где они как они у нас всего-то в компьютере они как ну давайте будем проверять это у нас на бумажных носителях нет ну посадили люди проверяют вот тут неправильно и из-за этого вас оштрафуем разбит у него на глазах отменяется а там подключен по сети по локальной все че они замечания какие делают тут же тут же изменяется у них на глазах они сидели неделю развернулись и ушли больше товарищ твой бывший так чудил дима его звали ну зовут слава богу директор михайловского театра теперь владимир кехман сделал заявление связи с прошедшими вчера обысками да он сказал что на нее давит невозможно из-за тангейзера да не да не за тангейзера что на него давит греф и что хотят с него деньги хотят с него греф греф хотят с него но смысл какой как я понял то есть у него были какие-то фирмы которые взяли в сбере какую-то бешеную сумму там какой-то немыслимое количество миллиардов а потом вдруг эти фирмы куза хотели купить какие-то иностранцы а денежки тю тю и он не при делах вот представляешь вот этот вот кредит лед не при делах он бы даякчу какие-то вот иностранцы там купили вот замечательно то есть вот почему-то когда это касается каких-то простых людей да и тут а они украсть хотели когда это вот кехмана касается он не при делах потому что какие-то иностранцы купили фирму с долгами захотели иметь долги значит забавная ситуация но я могу сказать что если вы это вот показатели вот таких если бы он не полез в этот тангезер никто бы его не тронул вот этот бодяга шла много лет как только он туда влез сразу же открылась дверь в преисподнюю то есть куча все как как у шекспира да в этом в буре до от опустил все все демоны сюда слетелись вот так и здесь рад и все демоны на эту кехману накинулись и начали его грызть ну так мир устроен информационный он сам засветился не надо было ему сделать в чете на сотом году жизни покончил с собой ветеран великой отечественной войны бывший футболист команды локомотив юрий келяк так а ты просил меня чё-то не сказал про кого про сёмина про бильярдерах только где это ну что наверно у тебя тоже выпал но совет директоров этот ну вот этого адмирала владелец все мент миллиардер к он свалил из казани и объявлен в розыск ну вот помнишь я я для себя написал такое сильно не разбираюсь в этих миллиардерах но мы сказали что если собственник из ближнего круга путина то посадят арендатора а если не из ближнего круга то под пресс пустят собственника в расчете выдавить побольше бабла вот так оно и получается то есть я так понимаю что этот сквозану ну и мы наверное сказали беги мы тебя сейчас будем ловить ну для чего для того чтобы он убежал у нее 400 объектов арестовали уже понимаешь и теперь будут делить его его имущество этого семина или скажет приезжай сюда вы тебя тут как фетисова не того фетисова миллиардеры посадим тюрьма будешь сидеть там так сказали точить и на сотом году жизни покончил с собой ветеран великой отечественной войны юрий келяк бывший футболист команды локомотив ну да удивительно в этом же возрасте если ты помнишь мы рассказывали о том что пенсионеры в израиле устроили оргию в доме престарелых группову куда их там пытаются наказать а здесь человек на сотом году покончил с собой потому что устал жить потому что все ему надоело как вот пишут что вот он сказать об этом сообщил ну во всех большинстве так скажем стран мира люди такого возраста они находятся под постоянным вниманием почему люди во многих странах особенно там где какие-то мусульманские законы живут долго вот эти старики ну потому что не приходит у них спрашивают четко него обращаются они нужны и нужны их советы нужно их участие они почтением каким-то пользуются а здесь что я думаю что после того как так у старика не пусть на красную площадь в этом в 9 мая может еще такой произойти может ты можешь в омске строители снесли дом не даже не дождавшись выселения жильцов спрашивает вот слова свободно дебатах пригласить кого-нибудь из ватных взглядов а мы же этого приглашали который отключился от skype какого делягин делягин взял смотрите взял сказав эту про меня стал что пожаловал мне то что чтобы моя семья да как он сказал что ваша семья там была уничтожена да так чё сказал конечно не помню начать там что у вас убили там да 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 ну в общем пожелал он мне всего такого нехорошего и отключился от skype так что если есть на таких приглашать то то кому мне например не надо что же вы думаете вот написали слабо вы думаете что там какой делягин своей риторикой сможет что-то изменить что в моей голове или как-то как-то такой оратор бенный что он может может тут как вот всех периодик до переагитировать так он ушел из-за того что ему сразу в чате на да 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 в чате такого понаписали сразу а ульдировался удар держать не умеет видимо обиделся 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 в омске строители снесли дом не дождавшись веселение жильцов да с бабушкой причем в доме семья там проживала все и все их имущество вытащили на улицу ну короче она в негодность пришла обычная картина то есть люди требуют чтобы люди выселились потому что кому-то здесь нужно построить небоскреб а людям хотят дать халупу то есть они из халупа должны в халупу переселиться удивительно ну понятно что эти девелоперы так называемые строители обычная картина ну они должны радоваться конечно если по нашим вот меркам саратским что их не сожгли здесь бабушку на бабушку вылили беду ведро бензина и подожгли мы помним и замечательные люди которые сейчас прекрасно себя чувствуют так что в саратове появился 46-летний телефонный террорист обещавший устроить массовый расстрел триумф моля это у нас такой торговый до 3 мол который на его месте был раньше маслозавод который памятник историк культурного наследия его снесли построили вот этот триумф мол за это его хотели взорвались за этого хотели какой-то кредель по пьяни я так понимаю позвонил сказал что сейчас мы приехали где-то за рано сейчас приедем тут всех постреляем ну в общем очень быстро вычислили сказали что он причинил жуткий ущерб потому что там готовились ловить иранских террористов я буду нам звонил ну куда в это вот телефон службы спасения а 112 и ты думаешь там тот жопу оторвал извиняюсь за выражение вообще никто не пошевелил сказали они по телефону вычислили все вот проблем еще так переживать что какие-то иранские террористы приедут даже даже я думаю никто не шевельнулся 21 апреля будет отмечаться радонец и день особого упоминовения усопших до родительской ну вот 21 апреля теперь выходной день вот представьте у нас есть государственные праздники у нас есть народные праздники ставшие государственными но это новый год да у нас есть региональные праздники вот здесь вот объявили какое-то количество региональных праздников есть конфессиональные праздники вот радонец вот там есть какие-то мусульмане у них выходной будет в радонец иудеев интер это зачем они может поработали лучше и так далее есть какие-то постоянные общие обязательные праздники зачем то есть людей стабильно отучают работать стабильно то есть вот как какое-то любое событие отраслевое событие вот возьми 23 февраля но отраслевой праздник был день советской армии и воин морского флота никогда праздником не ну в смысле выходным днем не был до праздник никогда не был выходным днем растут эти пришли все праздник и не один день аж пару и так далее что угодно возьми они из любого отраслевого праздника сделали всенародный и гуляют его по нескольку дней а если на него приходится выходной день так они дают среди недели нафига ну ты посмотри у нас половина дней календаря получается красных то есть половину полгода люди у нас празднуют не пойми чего тут вообще скоро никто работать не будет все 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 праздную ты можешь так и надо нет я понимаю что так и на одну тогда вы систему создать как не бывает что с одной стороны вот ты говоришь гражданин ты не хочешь работать принеси мне там 240 долларов да с другой стороны на тебе праздник 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 так не бывает ну чё мы как как сказать правдами празднуем все больше будет красных дней календаря да ну будем праздновать черные дни календаря когда когда за работу самый да 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 завтра у меня не завтра и праздник ты готов через месяц на работу да как в том анекдоте помнишь про жену то такую у которой мисселлинизм был помнишь когда мужа чё опять на работу работу на работу так и здесь будут радоваться комитета он по правам человека предоставил рекомендации по поводу ситуации в россии ну вот ты знаешь удивительные ребята там вон сидят как в том помнишь в этом опасный поворот по прислигать шутники у вас на радио сидят вот эксперты одобрили изменения вынесенные в российское законодательство в частности по обеспечению прав инвалидов и детей а также упрощение условий регистрации политических партий вот те кто представляет политические партии они наверно похохотались особенно те которые получили возможность каждый там месяц сдавать вот такие отчеты платить какие-то бешеные налоги не пойми за чё и и какие-то страшные штрафы то есть это условия созданы великолепные особенно для партии навального которая получила решение суда о том что в шестнадцатом году шестнадцатого года еще нет не может участвовать в выборах это хренеть можно это какие же тут я говорю вон просто сидя чем мы посоветуем комитету он по правам человека самораспустить забыть есть есть вещь который да они написаны на бумаге но таковыми не являются потому что являются имитацией и вот в оон комитете конечно нужно обратить на это внимание не на то что там написано на заборе и 100 там дрова лежат вот они так и должны из этого исходить ооном командует кто им деньги дает странно же да ну вот не давать в основном сша конечно не давай сам везде основной основной финансист вот еще сша чтобы сказали что вот таких писулик не писали да за за деньги условно говоря это самое о да еще наверное ездили куда-то конечно нет ну а ничего никуда ездили может они ездили ну там водки попить а так то они взяли все с компьютера посмотрели вот какие законы приняты а какой а какой избирательное законодательство здесь да это вообще обрадуешься да такой замечательный но вы придите на любой избирательный участок и посмотрите в на очередь из ста этих карусельщиков и все сразу ясно тут одно дело на бумаге а другой в жизни белоруссия никогда не станет частью россии заявил александр лукашенко в интервью блумберг ты не смотрел интервью нет очень хорошие тут вот я тезисы некоторые записал мы не будем северо-западным краем россии он сказал причем он заявил что если нападут будет защищаться от всех от американцев от европейцев от россиян и так далее но при этом заявил что путин конечно нападать не хочет ему нафиг ничего не нужно но и так далее то есть вот это вот такая двойственность вот эти вбросы дали сюда же вот это до маневрирование значит такой вот эквилибрист так как самый такой простой фокус на это вот у доска и круглый такой этот чурбачок расположил его было балансировать вот это абсолютно этот интервью лукашенко но очень интересно было посмотреть он заявил что путин не хочет империи я с ним абсолютно согласен вот лукашенко правду сказал путин не хочет империи и все эти вещи это не для того чтобы создать российскую империю и те вот так скажем националисты которые вера и правда ему служат в расчете думаю что он там что-то хочет и такой нет нет этого нет и не будет вот он заявил что его обвиняли в том что он угрожает не путина лукашенко европе он сказал что но для этого надо иметь возможности то есть у нее нет таких возможностей кроме всего прочего сказал что у территории белоруссии гораздо больше чем нужно для белорусского народа поэтому нам будет свою территорию так сказать обиходит да вот потом он заявил что его считали диктатором пока крым наш не случился это все очень тонко он так подвел так ну вот меня диктатор а меня подик там читали вот эти люди опрещали сказал фразу гениальную слава богу выходим на нормальное сотрудничество с сша да да про единую валюту сказал который будет вот этот алтын сказал что все фигня что разговор был такой что давайте поговорим о единой валюте мол все сказали нафиг но путин спросила можно об этом эксперты будут говорить ну говорите и тут и он сказал это раздувается с подачи российских специалистов нужно но оказать какой путин имперском мыслящий товарищ нет мы так значит непонятно то есть он нам подтвердил все вещи да вот я почему я хотел сказать то есть то о чем мы говорили лукашенко подтвердил насчет империализма путина насчет валюты насчет всех этих вещей насчет так сказать подачи такой вот в сторону сша меча так туда на на их часть поля и смотрят что они там так что вот еще мы не сказали про обаму наверное то что с лукашенко он вопросы должен до конца своего срока все решить я имею ввиду не снят лукашенко как бы развязать вот этот узел потому что мы были напряги чтобы никаких напрягов не было одна часть напрямка как это не парадоксально сами собой отпали а знаешь какие ну санкции в отношении белоруссии за ирана ну да да из-за ирана были у белоруссии санкции потому что белоруссии игнорировала а теперь все и санкции сиран снимают и как бы и никаких вопросов нет она само собой отваливает гипс снимают клиент уезжает до президент эстонии томас хендрикс ильвис помнишь тогда скандал был что его фамилию ты не как его на называли все по имени да да так вот томас хендрик ильвис дал интервью изданию дельфи лв вот он в частности про россию много говорилось но он говорит что запад иначе немножко смотрят на эстонию в связи с большим количеством русских проживающих там и вот он приводил привел пример того что приезжают в различные города эстонии где проживает много русских приезжать корреспонденты говорят ну вы когда там в россию пойдете ну и г-то чуть не матом виду их тут затрахали уже все ездите и спрашиваете мы не хотим туда и он на приводит пример вот в донбассе шахтер получает 150 200 евро в месяц а в эстонии тысячу пятьсот две тысячи но не хочет эстонский шахтер русской национальности в днр но не хочет он в днр и правильно делать и надо быть идиотом чтобы сказать ну вот тут вот давайте сделаем днр и будем последний бессоль доедать и воевать и убивать друг лнр и нр наверно да так что в латвии задумались о защите своего интернет-пространство ну тоже вот ты знаешь это вот последний выдох гражданин господина п.ж да вот виду государства да да государство пытается что-то там контролировать каких-то блогеров от ряда ограничений распространение информации да 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 как средства герах да ну как у нас да ну бляж вот государство хотя это не живое существо но по сути она обладает своим как гали информационным таким полем который соответствует живым существам да то есть вот она это самое государство но часто принимает низкие решения которые свойственны живым организм но это пусть научный мир разбирать я что хочу сказать я хочу сказать что государство инстинктивно чувствует что интернет это его могильщик естественно пытается защититься это не борьба государства с интернетом государство не поборит интернет когда год вот государство прекратите смешно как может государство вонючие побороть интернет то есть ту единственную прогрессивную часть которая родилась впервые за несколько тысяч лет все остальное это так это ерунда даже колесо ерунда интернет это единственная часть прогресса такая вот невероятно даже полет в космос это не интернет потому что это в рамках информации то есть информация ее способ фиксации передачи восприятие стал абсолютно другим с появлением интернет не телевизор не что именно интернет именно возможность работать огромной массе именно появление фактически никого такого вот симбиоза искусственного разума и общечеловеческого разума это стал симбиоз это надо понимать это совсем другой государства он съест причем ничего не оставит потрохов даже не оставить и государство вынуждена защищаться и поэтому это последние выдохи такие вот эти пертки мы будем слышать там со всех сторон ты посмотришь еще в австралии скажут что надо там бороться с интернетом потому что ну как же ну как государство все как она приходит конечно захотят как-то вот его поставить в стойло а не поставишь даже даже по какой причине не поставишь вот представьте себе мы говорили сегодня ввп вот недалек тот час когда ввп интернета будет гораздо больше совокупного ввп государств но уже издавляю его то есть вот в интернете ввп будет да вы скажете что это нечто нематериальное так далее это не имеет значения в настоящий момент абсолютно никакого известный интернет аналитик лоренс александр провел расследование пришел к выводу что в твиттер то существует около 20 тысяч аккаунтов которые вероятно является кремлевскими ботами да ну то есть вот он я так понимаю заявляет о том что около 3000 2000 90 группа такая человек работает кремлевцев которые я так понимаю за денежки и занимал и туда вешают всякую фигню то есть почти видишь 3000 человек профессионалов которые срут профессионально да удивительно ну вот то что говорил 75 процентов всех затрат на рекламу соцсетях за четырнадцатый год приходились на фейсбук да ну конечно я говорю вот пока рассматриваются затраты пока пока вообще деньги которые бегают в интернете это в основном реклама на реклама объективной реальности но это же недолго это совсем недолго то есть когда человечество научится творить в интернете кроме постов троллевских серьезные вещи когда это будет взаимодействие я имею я говорю именно тот симбиоз информационного мира и человеческого мира да тот тот симбиоз вот этих киберсистем и человеческого разума ни одного ни одних мозгов а мозгов человечества тогда конечно будет совсем другое это любая задача будет решаться в долю секунды в долю секунды она будет она даже вбрасываться не будет успевать она будет уже решена это будет с запасом то есть ты еще тот подумал поставить этот вопрос а он уже оказывается решен понимаете поставить будет или же трансформироваться теле дебаты не выявили лидеры на выборах в парламент великобритании да там 7 то самое представителей был вот 7 представителей включая премьера и вот проводили теле дебаты и они почему-то там никого нигде не выявили да но на самом деле они не должны никого выявлять должны быть теле дебаты и это каменный век вообще сами теле дебаты нет каменный век да а у нас даже этого нет когда говорят ооновские всякие представители о том о правах человека какие права человека когда даже не могут посмотреть кто идет у нас просто представляет лидеры народа да вот этот пути ну хоть раз вышел с кем-нибудь на дебаты ни разу ну не кмеде никогда потому что он сыт любой кто выйдет на дебаты и будет заряжен не то чтобы мужу полизать а реально на дебаты будет заряжен даже пусть это будет какой-то жириновский который там служит за бабки там и так далее все равно он что-то скажет такой что заряновский скажет он не сможет да вот я говорю обязательно то есть там ради красного словца не не пожалеете отца уж путин это разорвет в клочья поэтому конечно боится он не может это сделать он он может конечно выйти в записях каких-то и так далее он может выйти там перед журналистами заангажированными а вот так он может прищуриться и с хитрым видом сказать какую-нибудь глупости вот это он может почему люди воспринимают ее за умность непонятно портал бизнес инсайдер создал список из 15 опасностей с которыми столкнет человечество в 2050 году а в 3050 ты знаешь вообще я вот посмотрел и понял так что они живут вот по по тем же самым принципам по которым англичане тогда в в одиннадцатом до году написали что самая страшная опасность будет через 50 лет до что лондон какашками этими лошадиными всеми будет зашивать да вот они абсолютно то есть тут такие да потом оказалось что через 50 лет там ни одной лошади не было смог всех самые души уже из-за того что были троллейбусы пришлось троллейбусы снимать потому что они не давали проехать но медленно ехали относительно автобусов поэтому машины стояли молотили и был смог то есть совсем другие вообще уже вещи ну да они просто тупо продолжают в какую-то вот линия опять троечники сели троечники деньги получают за за его творит количество людей которые проживают городах увеличится в три раза да сами города изменятся другие будут вообще принятия увеличится толщина загрязнения и количество респиратурных заболеваний пока что только растет продолжительность жизнь а половина земного шара не будет хватать воды да это вопрос с водой я думаю будет решен очень просто и очень скоро вообще это это как когда вот это уже много лет пытаются причесать что самые главные и вот в россии самые главные пока продавцы волей да да конечно конечно человек же может просто он же не прибит гвоздями к пустыне да у за воду сейчас при нынешних технологиях если будет дешевой энергией из воздуха можно брать потому что нет нигде чтобы нулевая влажная была такого не бывает поэтому такая чушь просто главная энергия есть энергии будьте вода будет тебе жратва и тогда раним случае если уж пить нечего будет вы просто сядем да доедем до дари миллионы могут остаться без еды до час все это мы же не скрываются и химия и все еда будет главное качество еды они об этом не говорят еда будет какого качества неизвестно короче вы вычерките да за инсайдер из списков нормальных сайтов да я даже не буду про антибиотики что-то будут бактерии которые уничтожат 10 миллионов человек для мира в котором 7 миллиардов 10 миллионов это вообще нет ничего быстро распространять смертельные болезни а сейчас чу их нет что ли смертельных количество людей страдающих слабоумием у троицы куда их больше сейчас уже нет она может им диска нет но это никакой опасности не представляет для человечества они же пишут про глобальной опасности ну да да и что слабо дурак дураков и всегда навалом затопит крупные города из получил за повышение уровня моря человечеству чу от этого на переселиться будут происходить постоянно велись количество сил ураганов это да это они откуда взять не знаю но они что связи с изменением климата но это все равно это не те ураганы которые проходят где-то на юпитере да слушай я я думаю даже обсуждать это не стоит это и анала исламское государство будет страшным в двадцать пятом году знаешь почему потому что будет предпринимать кибератаки не потому что исламское государство может создать термоядерное оружие и применить его глобально а потому что они будут заниматься кибератаками что за бред вообще и это реальные какие-то эти не мы зря ему придали значение это сидел один человек по заданию редактора выдумывал из пальца не нет нож быть и из пальцев ну может там приметали на и последний писала за последнего пункта я это взял все нефть станет очень дорогой с 1050 году будет 200 долларов за баррель охренела человек нефть будет 20 копеек за баррель стоит никому не нужно и причем к этому времени из нефти будут делать все что угодно только не бензин вот 50 году поверьте будут делать из нее лекарства там я не знаю что будут из нее делать все что хотите то бензин из нее не будет никто делать там что не нужен будет 2050 году федеральное бюро расследование сша арестовала двух женщин по подозрению в намерении совершить теракт в нью-йорке ну да там какие тут две дамы снимали квартиру и как выяснилось хотели устроить теракт вот хотели не хотели все чаще и чаще мы то поезда хотели какие-то взорвать я так понимаю что не совсем психически здоровых людей вернее не так не совсем психически уравновешенных людей находят в интернете дают возможность им высказаться по полной программе но и провоцируют на какие-то дела а потом они вот выясняют значит то есть ну провоцируют их на какие-то вещи которые потом инкриминируют и в качестве преступления потому что там тоже наверно от какие палочки рисовать как они борются с террористами новые сведения захваченных захваченном университете исламистской группировкой аж шаббат для одну 147 студентов погибло как как минимум да и значит 215 тысяч долларов за голову вот это мухаммеда мухаммуд мухаммед мухаммуд вот за эту мухаммуда 215 тысяч долларов обещают за его башку то есть за живого или мертвого ну вот это правильно что я могу сказать то есть правильно в нынешних условиях говорили списки составлять это очень правильно тех людей которые желают говорит кто не смог процитировать коран расстреливали на глазах у остальных да уж не хочу я цитировать коран ни в каком отношении вот понимаешь чего не добиваются не допивать чтобы мы возненавидели мусульман да конечно безусловно это им очень очень нужно сейчас вот тут у нас по времени сейчас я посмотрю тогда может быть нормальные мусульмане сначала возненавидят исламист может быть сначала они возненавидят они сами с ними разберутся они так и делают сейчас мы увидели да как мы это видим сейчас я а вот хотел тоже показать интересно потому что значит папа франциск раскритиковал скучно скучных священников вот он там сказал что они не должны быть пастырями с кислыми лицами недовольными уж тем более скучными и одновременно ну казалось бы вот вот это сказал ну да то есть еще святой августин говорил про грех уныние что уныние ни в коем случае нельзя допускать так далее и появилась в париже на у собора парижской богоматери фигура папа римского где он там вот и фотографии покажу показывает большой палец улыбается показывает вот все хорошо и это восковая фигура но она займет свое место там в парижском музее все как положено но мне это напомнило другую фигуру помнишь из фильмов на так они оттуда и средства угла да вот дружище дружище христос вот там один в один настолько настолько это прям совпадает но забавным молодцы то есть у них конечно с креативом наконец-то они посмотрели дом до дома и 20 до смотрели до фильм хороший я всем рекомендую когда спрошу раз пять смотрю да я тоже не меньше пяти раз потому что там есть очень очень тонкие его цитирует можно там весь на конечно в израиле раввины признали марихуану кошерный не каши причем они сказали что она кошерный круглый год но курить ее на ток на праздник до забавную давай приезжайте в россии у нас скоро будет тут вообще сложной да у нас каждый день праздник то есть поэтому везде суббота у нас всегда то есть наоборот да ладно все у нас по времени да 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 2235 давай на вопросы вопрос люди в чате и в твиттере говорят что всем а там еще ничего не будут делать и мальцев все а там еще же это самое ты не показал это полицейского ах какого полицейского сейчас посмотрим полицейские войнах был сон один надо надо но 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 гос наркоконтроля в одном из наркопритонов до пятигорска полицейский до какой-то из чечни не просто полицейский начальник там гибр и бдд телечного района то есть какого-то героиного и нифига каком-то героином найден был в этом притоне и вот с удостоверением со всеми делами ну я думаю что не он один у нас наркократия у нас понятно что в россии огромное количество людей которые служат государству читайте и слушайте путину да они являются наркоманами потому что в здравом умеев твердой памяти служить конечно сволочам но невозможно никак поэтому нужно как-то им это чем-то сдабривать вот люди в чате пишут и в твиттере говорят что в 17 ничего не будут делать и мальцев все сделает сам получается холоп просто нашли нового хозяина лица мальцев и ждут что он значит за все за них сделает ну конечно большинство так и ждут но за большинство конечно все сделают те люди которые обладают пассионарностью мы дать говорить откровенно мы же не призываем всех в семнадцатом году это делать мы понимаем что это нереально что вот те 86 которые всегда за всех у сегодня они там за путина завтра придет пупкин они будут за пупкин и после завтра мальцев они будут за мальцев так они устроены так и когда нам говорят что вы будете делать со всеми этими ватниками да счастье какой что это ватники им киселев скажет там тот же самый или другой мы поставим чего нужно сделать вот скажешь какой был путина не и они в это сразу же поверил дал он от волны от сталина еще не остыла грубо говоря подушка уже 20 какой на каком съезде его на 20 20 раскатывали попадает а перед этим буквально за прям недолго уже там все говорили что и какой великий человек да да все а берию так на второй день сразу портретик поснимали нет это однозначно тут и эти проблем никаких не составляют если вы думаете что вот те которые зомбированы киселевым они возьмут оружие пойдут воевать что ли с нами если у них не будет путина и не не будет того кто скажет идите воюте никуда не до ней так не паду как шариков помнишь а если война с мировыми империалистами я воевать никогда не пойду никуда помнишь говорит так они скажут поэтому здесь волноваться нечего я говорю нам не нужны все нам нужно вот два процента есть люди пассионарных вот они нам нужны большинство из этих двух процентов все нам не нужны все они даже даже лишние все вы понимаете они потом потом трудно с ними будет со всеми если если представьте себе вдруг все всколыхнуться потом это успокоить будет коры крайне трудно поэтому нам все не нужны так 300 героев пишет да так три спартанцев это очень хорошо такое причем может быть даже и меньше потому что особенность 300 300 спартанцев при фермопилов было в том что они защищались а это гораздо труднее чем отковать тогда когда никто не знает вот мы говорим 5 ноября 17 год ты думаешь они нас слышат нифига они нас не слышат они думают что ну мальцев говорит она так и эффектив у тебя будут каждый день им готем будут письма слать они меня не услышат до 5 ноября когда все случится они скажут внезапно как левитан да как без объявления войны да и так далее вот так они скажут ну потому что человек устроен я ничего не придумал почему не говорят почему ты говоришься это говорить это я говорю потому что те как кто должен меня слышать из этих они меня не слышат я могу сказать все что угодно они пропустят мимо ушей чаплин призвал вернуть в рф монархию для борьбы с ненавистным западом да я я не знаю про это ну вот сегодня показал мне говорит не фейк твиттер кураево да вроде и вот я там написано про чаплин и было написано что абсолютно циничный человек возможно атеист вот я абсолютно согласен даже если это фейк что вот этот группа товарищей которые сейчас возглавляет рпц возможно атеисты а возможно вообще сатанисты не ну сатанисты все-таки лучше чем атеист не в том смысле что лучше не лучше я имею ввиду это тогда они хоть во что-то вере ну понимаешь но они так верят путина в рубль там они достаточно цене но тогда это плохо атеисты приличные люди по большей части из тех кого я знаю по крайней мере это они неплохо что они не могут они быть атеисты все-таки человек более развиты мне кажется чем они хотя не знаю может и правда едят младенцев ну то что они кошерную марихуану не курят это я думаю что они нюхают кошерный кокаин они на спайсах сидят на спайсах данина вряд ли думаю они кокс не уходит про вот мне сдается ну да на спайс все-таки для быдла коксово для высших чиновников церковной иерархии так вот спрашивают решили ли мы со знаменем какой будет знамя вот вопрос задали который вчера я смотрел на два знамени вчера которые у меня ставят кабинете муж говорили эфири черно-желто-белое другое красное поэтому давайте все соединяем вот я между ними металлца потому что вроде одно русское знамя другое совет о котором я присягал что же мимо этого не проскочишь да давай добавим еще кого его знамени присягал под темы помирать должно давай это черный знамя я считаю черный знамя анархии очень-очень хорошо да кстати чуде как раз черный цвет вся земля со земля и воля спасибо спасибо до свидания вот куда-то не показали